Жим, штанги, лежа, нужно из залов для бодибилдинга убрать. Я попробовал, ой, мне так тяжело, я, да, взял, убрал все это. Да, я за пятое место получил, по-моему, 5 баллов. У ребят про, они сумку спортивную открывали, у них пол сумки бамок. Я когда вживую вот эти вот кондиции посмотрел, я такой думаю, да, мне надо еще. Я думаю, что в нашем спорте можно сделать такую форму, что тебя будет невозможно задвинуть. Ко мне просто подбегает главный судья, говорит, раздевайся, становись позировать. И мы узнаем, сколько тысяч, десятков тысяч долларов ежемесячно ему платит иностранный бренд. Друзья, всем привет. Я сейчас дар речи себе вернул, потому что здесь очень нарядно, очень необычно. И мы сегодня в гостях у Михаила Тимошина, IBD Pro атлета. Мы в клубе Комета Блэк. Очень гостеприимно, очень здорово. Михаил Тимошина не так давно закончил свой соревновательный сезон. И сегодня будет тренировка дельтовидных. Поэтому мы у тебя спросим про соревнования, про опыт работы с новым тренером. И про твои дальнейшие планы. И параллельно будем стараться не забивать на тренировочный процесс. Тебе спасибо, что приехал. Спасибо в очередной раз, что поднимаешь нас в свою индустрию, что снимаешь контент. Это делает очень мало людей. И всегда смотрю тоже твои ролики со всех турниров. Ну и очередной раз рад видеть тебя. Взаимно, очень круто. Пойдем, с чего ты начинаешь тренировку свою? Обычно задние дельты. Обычно? Да, то есть у меня такой, знаешь, принцип, что первые несколько упражнений, это только задние дельты. Потому что потом я считаю, что я уже... В смысле, блядь, несколько упражнений? Серьезно. Я очень, я очень, мне кажется, не то, что пузно лег, я еще и рано встал, и я не уверен, что я спал. Потому что, ну, у меня, в принципе, знаешь, доминирующая, средняя, передняя дельта. И если я, например, сначала ее поделаю, то потом просто не прочувствую уже задний пучок. Там уже пам будет такой. Но это, на самом деле, минус. Я не могу грудные из-за этого нормально отпарагировать. Потому что дельту тебя забирают в груди еще. Да, да. И травма была тоже грудной. Ну, не такая, как у тебя, чуть слабее. Полегче, да? Но все равно, да, как бы ощутимо. На чем травмировался? Жин. Жин. Жив. Я просто, знаешь, собираю статистику. Да, да. Что там сейчас только жим. Что жим штанги лежа нужно из залов для бодибилдинга убрать. Оставить такую лифтерскую зону, чтобы надо предъявить пропуск. Что тебе реально это надо. Ну, я недавно жал штангу, пацаны. Третьим упражнением на грудь я повесил 60 килограмм. И делал по 40 раз. Весь зал был частных. Я почувствовал, ходили мужики такие, смотрели на меня. Слабак, химик, нажал за протеинов. А я раздул, я такой весь круглый. Знаешь, 60 килограмм. Во, отлично шло. Это у меня тоже забавный случай был. В Венгрии очень много подростков в зале тренируются, в отличие от наших залов. И я на пиковые недели, ну, там, знаешь, какие тренировки, особые веса небольшие. И я ложусь под тренажер, где тренируется школьник какой-то. И он там навесил тоже себе кучу блинов. Я попробовал, уй, мне так тяжело. Я, да, взял, убрал все это, начал там тренироваться. Они на меня там все смотрят такие. Типа, ой, это что вообще за слабак тут? Мне, знаешь, нравится здесь делать по одной руке. Не знаю, пробовал или нет. По одной руке? Да. Московская тема, мельников по одной руке. Я не знаю, ты видел ролик или нет. Нет, не рука, не рука, не рука. С Андреем, он все, пину тоже по одной руке там все качал. Они тут любят? Одной рукой Москве. Упражнение, конечно же, я это подсмотрел у западных товарищей, у Ника Уолкера. В общем, разница с тем, что мы делаем то же самое упражнение на двумя руками. Мы можем гораздо больше завести корпус из-за того, что у нас просто посадка другая. И больше растянуть заднюю дельту. То есть мне кажется, что здесь именно растяжение, сокращение мышцы происходит в гораздо большей амплитуде, когда мы выполняем это одной рукой, нежели двумя. И в принципе, когда мы начинаем разминку с этого упражнения, более интенсивно что ли происходит разминка. То есть мы меньше отдыхаем, на две руки выполняем нагрузку. И, собственно говоря, отлично для начала тренировки на дельте. Они подписывают атлетов там куча. Они, по-моему, сейчас Биг Рэйми, Бонака подписали. И даже много таких, знаешь, не сильно известных спортсменов. Все равно у них есть в команде. Это по-фанатам. Да, да. Прямо вот по-фанатам бренд подписывает атлетов. Я, правда, не знаю, как бы, в чем им, собственно говоря, выгода. Но они, наверное, просто как бы команду набирают. Комьюнити. Комьюнити, да. Мне кажется, везде есть разная ситуация по тренажерам. Может, где-то люди реальные, за них идут в зал. Может быть, часто залы же открывают кто? Фанаты. Ну да. Да, часто зал открывается как? У успешного атлета есть какой-то обеспеченный клиент. И он говорит, дружище, давай мы откроем зал. И там, я хочу, пусть будет самое лучшее все там. Я хочу. А спортсмена, бах, и контракт над фанатой. Мне кажется, такие совпадения. Ну да, потому что закупать оборудование по промокоду, да. Это не очень как-то будет. Ну, типа, у фаната нет домашней линейки какой-то, типа, да. Хотя, мне кажется, были бы люди, которые купили без ютуба там домой сборную гонталью паната. Ну да. А не тут китайскую за 4 тысячи, да. Мне кажется, кстати, на самом деле, брендом тренажеров, ну, реально люди ходят в зал, качаются, видят, ага, там типа, паната написано, техноджим, какой-нибудь там, наш, как его этот питерский, форман. Форман, да-да-да. Сделайте домашние тренажеры, они, конечно, широко не любят смотреть. Так, что я, присоединюсь, надеюсь, сразу меня сейчас навешивал, как обычно. Все навешивают, а потом снимем. Ё-моё. Ну, одной рукой здесь реально делать гораздо приятнее, лучше чувствуешь, лучше контролируешь работу, чем двумя руками. Двумя руками с адекватным весом не сделать, просто мне комфортно. А скажи, пожалуйста, турниры, которые были в этом сезоне, что изменилось, и мне очень интересно, вот то, что от многих тебя отречает. Во-первых, ты абсолютно самостоятельный, взрослый, сам один умеешь летать, сам один ходишь по иностранным городам, и как-то я не вижу у тебя от этого паники в глазах, потому что я часто летаю с нашими спортсменами, понимаю, что они, вот выходя из самолета, у них начинается паника, им надо домой, тут что-то непонятный язык, куда я попал, куда идти, как вызвать такси, как жить, а ты прям по разным странам, не возвращаясь домой между турнирами, вот мне очень интересно. Ребята, если вы не подписаны, подпишитесь. Ну, в сезон там вообще пипец интересно было. Я прям, и еще с дредами своими, очень забавный этот Растаман. Скажи, как это все было. Ох, было на самом деле, правда, нелегко, и под конец, конечно, уже очень сильно устал. Что касается турниров, первый турнир, это была Венгрия, которую я вообще не понял, как отсудили. То есть, знаешь, у меня было такое чувство странное, я после первого турнира, я вышел под руководством нового тренера, мы сделали форму, которой у меня еще не было, и меня такие не вызывают в первый коллаут. Я после турнира, когда вышел, я думаю, блин, а тем ли я вообще занимаюсь? То есть, нет, понятное дело, что потом с холодной головой ты уже все это переосмыслишь и понимаешь, что разные судьи, разные предпочтения. Ну, просто я реально не понимал, когда я стою, вот первый коллаут вызвали, и там парни, у которых такая вот трясется жирок на пояснице, знаешь, я такой думаю, блин, что-то, наверное, со мной не то. Это бодибилд, и так все, но мне, видишь, после Индии ребята писали так же в комментариях, типа, рус, а ты, типа, весь рубленый, сеченый, я тоже вышел в лучшей форме. Я такой, как бы, жесткий, сухой не был. И точно так же, типа, а как? А вот так. А просто вот так. Да, да. И, естественно, мне бы хотелось остаться в России, но у нас была такая ситуация сейчас непонятная, то там, знаешь, каждый день новости были о том, что запретят вылет, не запретят, и поэтому мне пришлось улететь в Дубай, просто вот, чтобы там тренироваться. А мало ли, то есть не пропустить турниры сезона. Да, просто я сезон зря, по сути, вот готовился, что ли, полгода. Мы подготовку за 20 недель начали, диету непосредственно. И, конечно же, хотелось это все не потерять, просто так остаться дома, с закрытыми границами. Пришлось резко улететь. После Венгрии, соответственно, я прилетел в Дубай, и это была самая комфортная подготовка, тебе не надо просто никуда лететь. Ты там уже находишься, ты там регистрируешься, все. И Дубай Масл Шоу, его же приравняли к Арнольд Классик по баллам, по сути. То есть я за 5-е место, да, я за 5-е место получил, по-моему, 5 баллов, это много. И я, честно говоря, тогда 5-му месту был рад больше, чем 3-му, вот на следующих турнирах. Да, именно баловать те, да? Потому что там турнир был, нас 30 человек было в категории. Просто даже представляешь, это каждого прогнать, это полчаса ждать, хотя бы презентацию посмотреть, каждый атлет, это жесть. И первые ребята, вот первая пятерка, ну там вот этот Михаэль Дабул был, который двукратный чемпион Арнольд Классика. Я когда вживую вот эти вот кондиции посмотрел, я такой думаю, да, мне надо еще стараться. Есть пора поработать, да? Есть над чем работать, да, еще пока мы не рядом пока что. Вот. После Дубая, ну, я так немножко воодушевился, Стив Вайнберг поставил в первый калаут, круто, в Испанию. Опять же, Дубай расположен не так удобно, перелет до Барселоны был 6,5 часов, и оттуда еще поезд 5 часов. То есть это такой был маршрут сложный, я прилетел, и в Испании в итоге у меня был самый меньший вес за весь сезон. При этом форма была хорошая, да, но вес был самый меньший, то есть я действительно там настрессовался, и плюсом перелеты, поездка на поезде, там где-то еды не хватило, воды, в общем переслился, так можно сказать. Но результат опять же меня порадовал. Кондиции хорошие. Кондиции выставил хорошие. Ко мне, я не ожидал, конечно, главный судья, я после турнира переодеваюсь, уже такой надеваю на себя, ко мне просто подбегает главный судья, говорит, раздевайся, стараюсь позировать, и начинает поправлять меня. То есть он говорит, что у тебя вот замечание есть по постановке поз. Бодибилдер? Не по подаче. Нет, он знаешь, как, он говорит, что я слишком как-то сильно там нагибаюсь, то есть на суде, например, да, сильно заваливаюсь. Он говорит, что ровнее нужно везде стоять. То есть, опять же, если я вставал в боковую, я старался вот ее делать максимально там вот, в общем, фокус на суде максимально настраивать. Но Билл Сибили сказал, что нужно как раз-таки больше классический какой-то вариант позирования, чтобы люди видели твои линии в прямой постановке тела. То есть вот как-то так. Кстати, у меня вопрос. Я пока буду делать. Что пьет на HLT Motion из своего шейкера на тренировке? Это 30 грамм углеводов плюс BCAA или EAA. Это, в принципе, стандартный набор. Практически до последних пиковых недель, до турнира он сохраняется. То есть весь межсезон и всю сушку. А что Михаил Тимошный пьет до и после тренировки? Я в этот раз старался не употреблять большое количество предтренников. Я, конечно, люблю это все дело, если честно быть. Но старался употреблять, которые максимум на кофеине. А предтренников каких ты старался меньше употреблять? Именно, знаешь, жестких каких-нибудь с гиранью. Почти нету, по сути? Ну, бывают все равно. А ты раньше обычно любил пожёстче? Да, любил прям вот такие хардкорные, которых ты 3 часа качаешься, не устаешь. Потом уже все, нет, это выключил. Понял. А по компонентному составу, то есть все минокислоты, цитрулины, беталламины, все тебя устраивает? Да, вполне. Но после тренировки, естественно, это протеин плюс 10 грамм глютамин. Это прям стандартный набор. Это, в принципе, как тренер прописывает на постоянной основе. А вот скажи, пожалуйста, как много сапплементов в целом рекомендует зарубежный тренер? Вот честно, очень много. Я просто смотрел. Очень. Я вспоминаю сюда в Эликанте, когда было, получается, так вот, и когда много в зал мы ходили с иностранцами, я смотрел, что у ребят про, они сумку спортивную открывали, у них пол сумки банок. Там один парень, он с вами выступал тоже, очень высокий такой. Прямо вот он вот такой вот высоты, классик физик. Он реально, когда читает его из сумки, он говорит, две банки, две банки, две банки. Я такой смотрю, ни хуясь, ну, много. Ладно, он все открывает, из каждой по черпаку в шейкер. У него аминокислот, всяких там, ну, всяких порошков, не протеина. Пол шейкера. Вот реально такая, он воды сверху наливает. Ну, ни хуясь себе, бля, будто бы у него завод свой. Вот прям много это, то есть правда. Да, да, это абсолютно правда. Так еще, помимо этого, еще там куча бадов идет. И все они расписаны. Я знаешь, когда первый раз план увидел, я так, оп, стоп, надо в нем еще разбираться, сидеть. То есть ты открываешь его и начинаешь вникать. То есть там прием один, там такие-то бады. То есть прием два, такие-то бады. До кардио такие бады, после другие. То есть там именно все прям вот максимально по времени раскидано. Относительно приемов, тренировки, относительно кардио. То есть я не знаю, насколько эта структура там оправдана, но я старался все вот соблюдать. Ну, а форма твоя итоговая все-таки. Я просто считаю, что каждое такое действие дает 1% к форме. Да, да. Но если ты сделаешь правильно все, у тебя будет плюс 10%, это типа дофига. Да. Это прям очень много. То есть, например, там к вышечной массе, да, там там высишь по сотку или высишь по 110. Это 10%, ребята. А получается разница-то колоссальная. Согласен, согласен. И я считаю, что да, конечно, форма показала, что разница с предыдущим сезоном есть. Она ощутима. Но единственное, знаешь, я понял, что вот касается весовых рамок, я могу вес сделать абсолютно любой. Я вот понял, когда мы начали работать с Франциско, что вес, это там, это знаешь, это просто всего лишь цифра. И если я сейчас буду делать там без волос, там без всяких фишечек, 94 килограмма, я их сделаю. Я понял. Да, то есть, они очень любят там в сауне сидеть. У них постоянно используется сауна, даже на сливе каждый день прописывается. То есть, еще тебе там долго до взвешивания, но они уже начинают использовать, включать сауну, да. То есть, не знаю, насколько это все. Ванны с магниевой солью прописывали тебе? Нет, это я уже сам. Сам, да? Да-да-да. Пробедаешь, что популярная тоже тема, да, то есть, ты использовал. Когда не было сауны в Тунисе, там вообще ничего не было. Там, на самом деле, ребят, в Тунисе ездить, это очень опасно. Там ночью стреляют, по ночам, да. Лучше на такие турниры там не выезжать. Или выезжать, но аккуратнее себя вести. Пацан в баре. Ну, я зашел, ладно, узнал, это нормально, в фитнесе работает. Но он из Петербурга. Севера города, где я очень много времени раньше проводил. Вы, говорит, тут что делаете? Миша, типа, что снимаем. Какие, говорит, вы молодцы. На самом деле, ребята, блин, у нас есть очень хорошие спортсмены. Очень сильные и очень интересные. То есть, они, как спортсмены, мы, конечно, мы с Мишей не какие-то близкие друзья. Вот я его знаю вот так, но я за ним, когда у меня есть возможность, я его сторис смотрю. И то есть, ты из-за этого к этому человеку имеешь какой-то контакт. Да, также вот вы меня знаете. Многие подходите ко мне как близкие товарищи, потому что есть YouTube. Многие там со мной чуть ли не 10 лет, грубо говоря, знакомые. И вот, видите, Миша не так много в едином поле. Блин, на бутылку не садился. Людей на бабки не кидал по моей информации никогда в жизни. Очень порядочный. И поэтому сразу не интересен другим каналам, не интересен блогерам. Это же, типа, порядочный человек. Зачем? Давайте какой-нибудь... И вот на кого надо смотреть, на кого можно равняться. И поймите, это человек, который не жалуется на жизнь. Проехал полпланеты, там выступал, готовится. На BMW ездит. Собака пушистая ездит. Все у него в порядке. В бодибилдинге есть хорошее, многое и есть возможности. Правда, в направлениях. К тому доказательства такие люди. Вот там ссылка внизу под роликом есть. Иди, кликни и подпишись. Вот я к чему вообще. И сейчас залезть надо сюда еще. Я тут все понял. Это тоже такое тяговое движение. Да, да. А ты шоку берешься или узко? Да, я берусь пошире чуть-чуть. Берешься пошире, блин, Тима. С моими короткими ручонками. Ну и локти, естественно, да, стараюсь не опускать. Ты их прям наверх тянешь или? Да, да. Я чуть-чуть голову вперед еще опускаю. Для разминочного подхода нормально. А так здесь вес побольше можно взять. Вес побольше. Сейчас разберемся. Кто с големом качался, то веса не боится. Ой, это я даже не представляю. У меня же хирург тоже тренируется и такой хороший спортсмен. Он мои ролики смотрит. Я когда пришел к нему, то что плечо болело, оказалось, манжета плеча надорвана. Ух. Он сказал, говорит, так нехер было 160 сжать, говорит, с големом. Ты дурак. Да я когда ваши ролики смотрел, где вы в бинусе качались, мне даже страшно было смотреть это. Как было страшно это делать? На спину тягу и движение, там блинов висит, я не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Да. После Испании я прям лежа в отеле, уже отдыхая, купил билет в Тунис сразу. То есть я посмотрел, ну, третье место опять думаю, нужно все-таки еще побороться, еще раз попробовать. Особенно там, ну, две недели, думаю, не так много, а три недели оставалось. И, естественно, в Россию тоже возвращаться достаточно проблематично. И билет, на самом деле, из России в Тунис стоил 70 туда-обратно, а я купил за 33 из Будапешта туда-обратно. То есть разница была очевидна, как бы. И поэтому в Будапеште продолжил подготовку в зале Петра Молнера. Он, на самом деле, оказался очень приятным человеком. И он действительно мне там помогал иногда советами. Ну, он глыба по сравнению со мной, да? Он сколько прошел всего. И он действительно может сказать там пару слов, которые тебя немножко подбодрят, там, замотивируют. И вообще я ему за это очень прям благодарен. Он мне также свою квартиру дал, продано в проживание там, ну, за копейки в Москве дороже снимать однушку в 10 раз. И, собственно говоря, вот в Тунисе у меня были ожидания, что надо повыше забраться и попробовать. Сравнивали все время в центре с подопечным Крисом Ацета, с французом, который уже многократный олимпиец, кстати, да. И он еще победитель Европы прошел как раз. И в итоге в конце, прям вот в самом-самом конце, меня ставят чуть-чуть в край и турка ставят на второе место. Я не понял, почему у меня тоже тренер смотрел трансляцию, он говорит, что тебя всегда первое-второе рассматривали и потом в конце решили двинуть. Не знаю. Хотя я вот опять же, знаешь, я в этом сезоне, меня тренер настолько вот позированием замучил. Ну, то есть там ему отчеты по три раза в день там кидаешь и, конечно же, позируешь постоянно. И я на сцене в Тунисе вообще не чувствовал какой-то супер усталости. А я вижу, что парни со мной стоят, они уже все. Они уже вот просто руки опускаются у них. Вот так они дышат, помирают. А я позирую, у меня нормально, хорошо. Но в итоге он меня все равно убрал. Не знаю. Даже мать, да, как обычно? Да, да. Ну, как-то вот так. Хотелось бы повыше. Если бы даже я вторым финишировал, я бы не так расстроился. Но когда третьим, и опять уже вот это третье место, ты его не можешь перепрыгнуть, блин, не знаю. Вроде ебалы каждый год есть. И вроде сезон не назовешь неудачным. Абсолютно. Да, как бы, как Денис Гусев сказал, что для многих вообще попадать в топ на про-турнирах, это недостижимая цель. Результат весь, целевой. Да, да, это уже результат, да. Но хотелось бы когда-нибудь. Потому что с ребятами я соревнуюсь, которые уже про-чемпионы. И я их в этом году обходил многих. Там португалец Фабио, там итальянец Петер Дупор, который там Гостюнина в свое время обходил на про-турнире, выиграл в Италии. То есть я их в этом году всех обхожу, но у меня нет за плечом про-победы. То есть когда-то хотелось бы. Ну, это значит одно, что она впереди. Ну, хотелось бы, хотелось бы, да. У тебя сезон начнется следующий, когда ты планируешь? Я вот сейчас смотрю календарь, там пока что ничего нет. Итальянцы обещают какое-то прошел, но они не написали какие категории. И я точно знаю, что будет в Португалии в июле. Это опять Олимпия. Бигмен. Я там был. Там, короче, испанцы с португальцами выиграют. Да, лучше не надо. Ну, у них мощнейшая поддержка. Леша не надо соврать, потому что там прямо... Турниры, на которых выходит человек и весь зал ему аплодирует и чуть ли не имя кричит, но этот спортсмен там прямо он заряжен. Но все-таки, как ни крути, я думаю, что в нашем спорте можно сделать такую форму, что тебя будет невозможно задвинуть. Вот это суперсложно. Потому что там все настолько сильные, настолько подготовленные атлеты, чтобы быть наголову выше их, это... Ну, бамстер должен приезжать. Да, да, ты прав. И вот еще, знаешь, такой момент касаемо выбора турниров. Вот в этом году Прага была нереально слабой. Вот в Classic Physic, например. То есть там тройка в Праге, она дальше выходила на всех следующих турнирах и на предыдущих. И эти же ребята, они не были вообще нигде, даже в первом калауте. То есть здесь еще важно попасть на шоу, я не знаю, правильно так говорить, с не самым сильным составом. Знаешь, мне сказали то же самое. Я встретил, у меня с памятью проблемы, Леш, наш-то питерский, Classic Physic тренер всех на свете. Во, я встретил буквально Васю на днях, в спортлайфе. Он говорит, рус, бля, что ты в Казахстане не готовился? Ты, говорит, там разъебал бы, в половине формы. Я говорю, вот в том-то, говорю, и дело. Выйдешь там, выиграешь. Скажут, ну, что, ничего, Лешки, нихуя не может, только вот там и мог выиграть. То есть я же тоже, у меня этих серебряных медалей перед про-карой, грубо говоря, типа два шага. Категорию забрать и дальше побороться. Причем в нашем росте мы выглядим красиво. Потому что, ну, категория ниже ростом, класс А, он маловато из-за веса, класс выше, чем мы ростом. Он уже, все-таки они высокие, они менее складные. То есть мы тут метр семьдесят четыре, метр семьдесят восемь, Classic Physic, мы более собранные. То есть вот класс Б, он такой вот, смотрибельный. И ты везде с этими бальтурами, вторыми этих вот, блядь, тоже с серебряных, бронзовых, ты в одном шаге. И выбираешь, я понимаю тебя. То есть можно поехать там, где точно выиграешь, а внутреннее ощущение будет... Ну, опять же, тоже, вот если мы берем про-турнир, тут очень сложно сказать, где ты там точно поборешься. Состав вообще непонятный. Нет, я знаю, где. Есть про-турниры, где состав практически всегда слабый. Семьдесят процентов турниров США. А, да. Вот там смотришь про-турнир. Это точно. Все, кроме там, типа, Нью-Йорк про, Лос-Анджелеси, Тис-Экспо. Чикаго всякие, которые на слуху. Да. Кроме известных турниров, там, пяти-шести, все остальные про-турниры в Штатах, это, типа, наш чемпион России по классике физик с весом на пятнадцать килограмм месте, меньше, он просто приедет, там, всех раскидает. Да, это да. Заберет карту, квалификацию на Олимпию. А вот сейчас посмотреть, сколько классиков квалифицировалось, там, очень, там, сколько человек, там, ужас вообще. И половина из них, ну, действительно, ребята, думаешь, где он вообще ее взял, эту квалификацию. Выпил аминокислоты. Не нашел притреника себе никакого интересного в баре. Вот. То, что мне предложили, я пить не стал. Там еще был стимул 8, но он сильно кофеиновый, тоже я был не готов. Поэтому я взял бы просто комплекс БЦА в банке в форме такая морда собаки. Очень красивая банка. На вкус полное дерьмо. По ощущениям чистый БЦА, ну, то есть, как бы, плохо подобрана состав. Горечь не забита, вкус неприятная, ароматика. Горчи ли страшно, хлопья. Никакого обмана нет. То есть, по всем ощущениям, как бы, ну, чистый продукт. Невкусно, залпом выпил. Вот, запил этой штуковиной. У тебя иностранный спонсор появился. Да, да, наконец-то. Как, расскажи с ними. На самом деле, это тоже, опять же, момент такой, что полезные знакомые, да, они всегда там стараются друг другу помочь. И я пообщался и познакомился с Юрой Сологубом. Знаешь такого атлета? Да. Вот. И мы с ним там сняли пару роликов, и он, собственно говоря, меня познакомил с менеджером команды. И, да, наконец-таки они, вот, единственная, есть сложность с отправкой посылок, потому что у них производство в Польше находится. Ну, самое простое, я могу подсказать сразу вам, чтобы было проще, чтобы они слали на Казахстан, а казахи тебе переслали сюда. Так, будет быстро, без проблем с таможней. Я думаю, ребята, вам же всем интересно, да? Там, сейчас там, мы же не останем от них, и мы узнаем, сколько тысяч, десятков тысяч долларов ежемесячно ему платит на странный бренд. Сколько тонн спортивного питания ему отправляют. Давай. Водибилдинг Американ Дрим. Сколько ты котлету-то теперь как помещаешь на карман? Ну, на самом деле, не все так радужно, да, на самом деле. Ну, интересно. Нет, на самом деле, если у него, как бы он, я думаю, что, может быть, контрактные какие-то обязательства. Да, да. Он мне на уху шипнет, я вам, конечно, тоже не скажу, у меня интересно. Потому что так будет нечестно. Ну, по контракту нельзя, да, рассказывать, естественно, но, так скажем, зарплата должна вырасти, насколько мне пообещали с января. Сейчас это... Она есть. Она есть. Да, да. Но такая, так скажем, выше прожиточного минимума в России. Отлично. Он прям в Москве? Я не знаю цифры по Москве сейчас. По Москве выше, чем по России. Ну, должны быть, да. А так, больше тысячи? Нет, нет, к сожалению, нет пока что. Тысячи, ну, уе, не рублей. Уже неплохо, я считаю, это очень даже... Ну, вроде как бы должны улучшить условия. И это поляки? Они, у них, знаешь, как юрлицо в шарже, а производство в Польше. То есть, по сути, хозяева арабы. Да, да. Все, я поэтому удивился, что поляки сейчас взяли спортсмены. Да, конечно, да, вряд ли это было возможно. А по спортивному питанию, там, знаешь, как, его не прописано конкретное количество в контракте. У тебя заканчивается, ты заранее говоришь... У нас так же, ребята, топы у нас так же. Ты берешь столько питания, сколько ты съедаешь реально. Да, конечно, никто там 60 банок протеина не будет заказывать, да. У меня был опыт, когда мы Ромку кормили 60 грамм БЦА в день. То есть, практически, ну, практически, грубо говоря, банка на 2 дня. Ух. А каким образом оно ты выпивала все, в смысле? Что это, БЦА? БЦА, БЦА в порошок. А, в порошке? Порошок, в водичку. То есть, бралась порция вкусовых, и туда просто на глазок, по столовой ложке, горькие БЦА. Когда стояла задача, ну, по-моему, этого набора массы, чтобы перейти именно в ПРО по весу, не уступать габаритами, тогда мы очень большой объем БЦА использовали. Подопечный Крис Асета. Очень маленький китаец. Вот он прям ростом ниже меня. И объемы, если он там оденется в спортивный костюм, ты даже не скажешь, что он качается. Ага. И, получается, он на Дубай прошел, меня обошел на одну позицию. То есть, он четвертым там встал. Ты в день шоу обильно питаешься? Не обильно, а там в основном хлебцы, там какой-нибудь джем, арахисовая паста, ну, и такие легкие очень приемы пищи, без белка уже особо. Ты видишь от этого изменение формы? Или ты видишь изменение энергетического уровня тела и настроения? Знаешь, насколько я вот понял, какую цель, собственно, Франциско преследует, ну, во-первых, у тебя продолжается немножко слив, и тебе, само собой, нужны углеводы. Второй момент – это углеводы, которые не должны сильно наполнить твой ЖКТ. Почему, то есть, нет белка, почему вот этот вот хлебец, почему этот джем? Это все очень легко, быстро должно провалиться, и ты должен с вакуумом ходить. То есть, у него не вкладывается большой роли в этот день, который уже непосредственно перед выходом. Это банально, чтобы себя просто чувствовать, чтобы, ну, глюкоза питала мозг, да, и все там. Только ради этого. Загрузка за два дня начинается, в день регистрации, само собой. У меня вот всегда загрузка уже в день регистрации начиналась, даже если в смешивании вечером. Это самый объемный день, да, по питанию? Объемный второй день. Второй день, то есть ты больше ешь, который за 24 часа получается? Да. Нет, подожди, там 48. Да, да, ну, вот регистрация, от нее остается 48 часов к тебе. Да, да. То есть в день регистрации – это самое большое количество еды? Нет, вот следующий. Следующий самый большой. Да, бытность моей, моего максимального здоровья. Я, конечно, везде делал, большой вес старался и любил. Да и люблю, наверное, но вот там тягу подбородку было. Одно из моих любимых упражнений, я в целом считаю, для длитовидных, тягу подбородку прямо must have в тренировочном процессе. Это суперэффективное упражнение, на мой взгляд, сугубо. И мне все нравилось его делать, такое, оно какое-то мощное. Сколько? Доходил? Да. Ой, честно, у меня есть две проблемки. Я часто не считаю. Ну да, у меня такая. Ни количество повторений, ни вес. Да, да. Ну да. мы как вот всегда делаем у нас там чем ближе турнир тем мы жестче себя там начинаем больше чтобы быть жестче по два часа кардио да там и тяжелые тренировки делать мышцы жестче да да и так далее а у него представляешь наоборот пиковая неделя когда у тебя начинается фаза разгрузки углеводом у тебя понижается нагрузка понижается чуть ли не в два раза кардио там какие-то 20 минут остается и собственно говоря тренинг меняется тоже на такой знаешь сорок пять пятьдесят минут в зале чуть-чуть показались и там не там сплит но к нему написаны такие рекомендации что ограничивать себя в том чтобы не делать отказные подходы там то есть никаких дроп сетов там супер сетов и так далее да там наоборот блин понижается нагрузка на пиковой неделе но это объясняется тем что у тебя и так уровень катаболизм как бы высокий его нужно за счет снижения нагрузки у нас уровень катаболизма другими методами нивелируется 60 грамм бц и не только ну вот ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да? Одну и ту же мелодию могут придумать несколько людей Так Я не обещаю, что это будет выглядеть эстетично Я не обещаю, что это будет не больно Ты руки берешь широко, нейтрально? Да, наверное, вот как ты взял примерно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, если стоит, можно отстать Оно не скользкое Оно очень сильно сопротивляется Оно очень сильно Нестабильно едет И оно очень сильно грузит Дельтовидные Они прям очень сильно напряглись Болевого синдрома существенного не было Это самое Вот Он и есть постоянно, поэтому я сравниваю То есть Плохо, когда сильно больно Когда слабо больно, это нормально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я поймал движение Важно стараться было сократить скольжение Я толкал в стойку Она дико вызывала трение Было очень тяжело Сейчас я как-то смог схалтурить И мне было легче Дельты у этого парня, ребята Реально очень большие Ну вот как раз, как я говорил Можно ему поверить И я знаю, что Пашка рассказывал Что изначально ты не был огромный И не казалось, что есть какие-то предупреждения То есть прям Ну, ты так с нуля Долго шел, да? Да, конечно Ну, то есть у меня, знаешь, как было Я тренировался в карате долгое время И у меня по моему возрастному ограничению Был недовес сильный То есть там мальчики там 15-16 лет Я не мог в категорию по весу пролезть То есть у меня вес был там на 14-13 лет, условно говоря То есть да, вообще вот Абсолютно такого худощавого телосложения было Ты начал с возрастом меняться, набирать? Или просто именно бодибилдинг Только когда в зал пошел Вот до того, как начал тренироваться Все так и было Победил генетику? Ну, видимо Хотя, я думаю, здесь то, что сыграло Отец в молодости тренировался И, ну, до каких-то результатов, естественно, он не выступал Но до каких-то там спортивных результатов он дошел И выглядел достаточно неплохо Мне нравится молотковый хват И подъемы перед собой Вот именно молотковый А я еще добавляю теперь движение с грудью Но не узкие руки держу А вот так, да, делаю И прямо передняя дельта, вверх грудной Я тоже после отрыва приходилось компенсировать грудь И я ее так и довел И у меня тоже, видишь, дельта Чем у тебя получилось вот ее именно? Честно, я очень много Во-первых, я ушел в очень высокие углы в жимах Высокие Да, от 45 Меня очень хорошо прям натягивает грудную через куличную зону Отлично чувствую Добавил вот это вот движение Вот я прямо его фиксирую очень хорошо И, в принципе, гантели в высоких углах Горизонтальных движений у меня вообще нет Ну да, они уже, да То есть совсем нету В общем, опасность Вот Опасность вопросительная Единственное, только вот здесь вот можно поделать Да, да В таких камерах Они на сведении идут Ну вот, в общем, высокие углы жимов И, кстати, и высокие углы жимов в Смите в том числе Да Ну вот И вот я подбираю, чувствую хорошо, когда перетягивается четко грудная В определенном углу через кучичную зону Вот через эту Она прям растягивается И вот оно прямо пошло И в определенной степени Амплитуда, что касается амплитуды, полная? Полная, полная, полная Иногда делают центральные движения Только нижнюю часть Как когда-то у Туро немного было в видео Где только низ Грудью, 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 грудью А потом уже доживы 5-6 повторений Вот Поэтому, да Насмотришься И, в общем, получилось грудь в определенной степени вернуть У тебя тоже у меня есть вот доминирование дельтовидных У меня в каждом видео, чтобы я не качал Обычно у меня мигрирует масло по телу Если я качаю руки Я говорю, блядь, у него руки-то Потом, блядь, у него дельта Говорю, блядь Вы хотите, можете, говорю, объединиться за одну мышечную группу Какой-то дурачок в видео почему-то не докопался Ни до рук, ни до дельт Он какое-то видео Кусок У него задняя дельта какая-то неправильная Хотя, ну да, она хорошая Но он именно заднюю дельту Красный кружок выделил Посмотрите, задняя Но он все первый Никто заднюю дельту не трогал раньше Это очень забавно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы еще в Тунисе после турнира кушать, когда поехали У нас итальянец, этот Петер Дупер был Он машину арендовал Мы туда все напихались Все эти чеки здоровенные кинули в багаж И едем Нас останавливают ребята с автоматами Мы просто все сидим, не понимаем, что они вообще хотят, что им нужно А английский они особо не знают Французский только знают Но с нами был как раз Валид, который чемпион Он француз И они вроде как просто проверили багажник Но все равно какая-то ситуация такая не очень приятная была Откуда вы едете, что, куда То есть они не в курсе вообще, что там какие-то соревнования А у них не вызвало никого интереса, что здоровенные чуваки просто в машине Надо верно вызвать Что вы? В маленькой Кио Риге Да, да, да Ну и самое главное, знаешь, прикол Когда я пошел получать деньги Они давали кэшем И промоутеры говорят Вот нам нужно больше любителей Вот как ты думаешь, что там нужно привлечь Вот нам, может, больше рекламы и так далее А я, знаешь, как-то стесняюсь им сказать Ребят, вы организуете нормально просто место проведения хотя бы Чтобы мы не валялись в грязи Там, я не знаю, туалет, чтобы хоть один чистый был нормальный А потом уже хотите, чтобы к вам приезжали любители там побольше Ну серьезно, это, конечно Я не искренне не понимаю Говорят, нам нужно больше людей, что делать, реклама Да тут не в рекламе дело совершенно Бумагу туалетную купить Да, да, хоть что-то вообще сделать Вот, кстати, в Португалию ты решишь ехать Там по организации супер А если опять это будет казино Ашторил Турнир проходить там Это, конечно, помнишь, на сцену выезжающие земли Это было красиво Невероятные гримерки Такие у тебя, у тебя не то, что чистый пол У тебя свое отдельное личное помещение с диваном, столом, туалетом У меня была своя душевая личная у любителя Охренеть То есть там вообще казино Ашторил Вышнарили, конечно, потрясающе Просто запредельно А в Тунисе было два гримера на всех любителей и всех прок Два человека Они уже тебя, знаешь, так вот красили, как табуретку Уже не то, что там Но я плюнул на это Я думаю, ладно, если меня так покрасить Значит, мы все в равных условиях будем Хрен с ним уже Верно Я вот так же спортсменам говорю Начинают жаловаться Свет был плохой, грим плохой Так, тормозим Свет у всех плохой, одинаково Грим плохой, одинаково Главное, это олимпийский принцип Соревновательный Равные условия Да, все верно И ждете вы также одинакового выхода Поэтому, что жаловаться Что там кто-то не догрузился Переждали там 10 часов И так далее У меня у тренера в команде есть испанец один Который выиграл прошлогодний Avils Praga Pro Ну и он как бы на этот сезон на Олимпию все Квалифицировался, подготовился И перед Олимпией в Румынии они прожатся решили Он выходит в Румынии То есть все, там их Получается преджаджинг заканчивается Места уже выставлены И в финалах Где-то там на свободном позировании Он напрягает двойной спереди У него рвется бицепс Просто во время позирования Ему все равно третье место Отдают Потому что переджаджинг уже прошел И он, представляешь Сейчас приехал в Лас-Вегас Он занимался там как-то с резинками Там что-то делал Он говорит, что просто Вот я не знаю Когда у меня в жизни Будет еще такая возможность Выйти на эту сцену И парень просто тренировался Тоже Я вот смотрю В историях, как он тренируется Там какие-то, знаешь, тяги С манжетами С прямыми локтями Там кое-как резинки Там что-то Ну понятно, что у него там рука Одна как атрофирована выглядит Что не будет там ничего Выдающегося, понятно Но все равно Это, конечно Можно было бы, на свой страх и риск Прошиться на якоря И даже тренироваться Ну это удивительный пример Есть вероятность, что не оторвется Я же также на шутерон готовился После операции по полному сшиванию Мне сказали, что К нагрузкам можно приступать Через полгода К нагрузкам Через полгода ровно я стоял На сцене шутеронных глазик А отжимался я на пол На тридцать четвертый день В короткой амплитуде Хирург сказал, что я доловоев Примерно каждый раз Когда я с ним встречаюсь Я это слышу А его главный врач Ну он же пока Я видео снимаю Двадцать восьмой день Я полный круг оборачиваю Всю амплитуду руку Он такой Я показал главврачу Он говорит Это как? А потом главврач сказал Это говорит тот придурок Который с гоупро Приехал на операцию Он говорит Да Я же писал письмо Что я типа не против Видео сширка Время операции Прошу У меня же есть на канале Где меня сшивают Видосы И надо было мне так письмо Потому что в противном случае Оказывается Это все нельзя Что вы выкачали? Я тебя очень сильно благодарен Мне было с вами Очень сильно интересно На самом деле Я даже если бы без грехи Приехал бы с вами покачаться И послушать тебя Благодарность огромная Мы вот все дружно Тебе желаем Огромных успехов Очень достойный Очень сильный путь Очень круто Просто Крепкого здоровья От души Спасибо тебе Поступающим тебя Сейчас я подаю Взаимно Твоей семье От тебя Слова для ребят В первую очередь Знаете ребят Хотелось бы сказать Сейчас очень много людей В принципе идет в этот спорт И не хочет этому спорту Отдавать столько Сколько требует этот спорт То есть всегда Ты должен Чтобы что-то получить Ты должен действительно Многим пожертвовать И многое отдать И многие там начинают После этого Знаешь Писать посты Про слаженный путь Там и так далее Я считаю Что от этого нужно кайфовать Если ты занимаешься Бодибилдингом Не нужно там писать о том Что тебя там Засудили где-то Где-то тебе не понравился результат Ты должен просто Заниматься этим Как хобби То есть вот Ты играешь в приставку Ты можешь проиграть Матч можешь выиграть Так же и здесь Ты просто должен Соревноваться Требовать от себя Всего Самого Ну то есть всего Что этот спорт В принципе Требует Для подготовки к турнирам А результат Это уже дело такое Что Он может прийти Может не прийти Но если ты всегда Стараешься То со временем Безусловно Как вот показал Денис Романов Да Ты будешь про-чемпионом Он объездил кучу турниров И собственно говоря Свою победу Он нашел Это отличный пример И самое главное Хотелось бы пожелать Всем Чтобы вы понимали Чем вы занимаетесь То есть вы Осознанный выбор делали Если вы попробовали Там например Пойти в этот спорт Вам что-то понравилось Не понравилось Не нужно Винить всех вокруг Нужно просто Сделать осознанный выбор Либо вы принимаете Правила игры Либо нет То есть Как-то так А так в новом году Хотелось бы всем пожелать В первую очередь Это мирного неба Нам всем над головой Спокойствия Семьи Добра Любви Вашей семье Вашим близким И в первую очередь Я вот для себя понял После этого сезона Знаешь Что никакие там блага Никакие деньги Ничего не важны Если ты один Если у тебя нет рядом семьи Вот для меня Это действительно Вот эти два месяца Они показали именно это То что все равно Близкие люди Твое окружение Это самое важное Что у тебя есть Правда И цените близких людей Цените таких Если у вас такие есть Оберегайте их И это самое главное Самое дорогое в жизни Тебе еще раз спасибо большое Что приехал Очень рад был видеть Мы тебя ждем в Питере Уже Сто пять утра С Москвы Какой хер доедет У нас в Питере реже Чем в Туниче стреляют В некоторых районах Даже не стреляют Со мной вообще На спокойниках Будешь двигаться И тренажеры хорошие Есть такие Ребята Пальцы вверх Поделитесь видео с друзьями Оно того стоит Всех вам благ Пока